Говорит Москва, передаём сообщение ТАСС о первом в мире полёте человека в космическое пространство. Поехали! Добрый вечер, дорогие друзья! И вас приветствует Центральная городская деловая библиотека, и я её директор Забелина Наталья Овецковна. И наша сегодняшняя встреча, она действительно потрясающая, удивительная, потому что у нас в гостях не просто интересный человек, человек с такой совершенно необычной судьбой, и человек, который действительно влюблён в свою профессию, и всё, что с ним случилось в жизни, я считаю, что это действительно какой-то колоссальный подарок судьбы, а может быть даже и там наверху поработали над этим. И мне очень приятно представить лётчика, космонавта, героя России Александра Ивановича Вазуткина. Александр Иванович, наша сегодняшняя встреча проходит в такой период, весь мир отмечает в этом году такую серьёзную дату, большой юбилей, 60 лет со дня полёта первого космонавта в космос. И, конечно, я в первую очередь поздравляю вас, поскольку вы имеете непосредственное к этому отношению. Мы-то там не бывали пока ещё, но всё возможно, возможно. Поэтому вы там были, вы видели устройство космоса, у вас есть своё понимание уже теперь реальное, потому что всё, что вы видели, это, безусловно, такой отпечаток на всю жизнь, что называется. Но я, как всё-таки библиотекарь, не могу вам не задать такого вопроса. А любите ли вы читать, Александр Иванович? И что вы читаете? Какой ваш любимый автор? Какое любимое произведение? Если таковое есть, конечно. Ну, во-первых, добрый вечер тем, кто нас слышит, кто нас видит. Насчёт того, интересный я человек или неинтересный, попробую не ударить в грязь лицом. По крайней мере, я действительно космонавт. Теперь вопрос-то был, люблю ли я читать? Люблю. Я люблю читать. Я люблю чувствовать запах книг. Вот эти вот страницы листать. Я, наверное, старый читатель, поэтому вот люблю читать те книги, а вот электронные как-то не будут. А любимого писателя у меня нет. Потому что, наверное, так же, как и нет любимого блюда. Ну, как интересно. Да, да, да. Вот. Ну, любимый жанр есть. Это фантастика. Так, да. Вот, причём научная фантастика такая хорошая, вот, того времени, которое было раньше. Фэнтези не очень люблю, да, как-то вот, не идёт у меня. Вот. Люблю исторические книги. Знаете, я, вот сказать, так недавно стал любить, потому что, наверное, уже стал взрослым. Понимаю ценность истории нашей жизни, ценность истории нашей жизни. Вот. Поэтому на этом бы я завершил вопрос, ой, ответ на наш вопрос. Александр Иванович, ну, у меня тогда к вам будет ещё один вопрос. Он вытекает из предыдущего. Вы как-то сказали, что вы пишете книгу. И было это, пожалуй, года два, может быть, даже три назад. Вот, хотелось бы понять судьбу этой книги. Она всё-таки дописана до конца. Или вы ещё продолжаете над ней работать? Ой. Это вот... Боль моя. Ну, я действительно пишу. Скорее всего, я написал. Я подготовил к изданию книгу. Вот. Не знаю, поставил ли я там окончательную точку. Крайней мере, я её какую-то сделал, такую завершённую. Угу. Вот. Но ещё есть о чём писать. Вот. Ну, чтобы так представить себе, что это за книга, я начал писать её... Это был как полётный дневник мой. Угу. Плетел в космос. О, это интересно. О, интересно. Вот. Вот с такими же чувствами я и полетел. Думаю, ой, это интересно. Я же прилетел туда, я буду писать, и потом меня будут читать. И вообще я стану знаменитым человеком, не только космонавтом, но ещё писателем. Вот. Но когда начал там писать, я очень быстро почувствовал, что у меня ничего не получится, я не могу писать эти все правильные предложения, не могу описывать красиво события, жертв ко всему на станции, как оказалось, довольно-таки... ну, однообразная жизнь. Утром встали, покушали, стали работать, поработали, позанимались спортом и так далее. И потом... Вот. А работа тоже однообразная, хотя там эксперименты разные, ну, ты подготовил аппаратуру, допустил эксперимент, снял данные, отослал на Землю. Ну, день можно то выдержать, два дня можно выдержать. Я вот там переходил от одной экспериментальной установки к другой, вот посмотрел на Землю, она такая вот хорошая, это придало мне какое-то настроение и так далее, и так далее. И начал эксперимент под этим настроем. Вот. Ужасно мне. Плохо стало от этого. Кроме всего, я еще и привыкал к невесомости, а это физически было плохо. И я выбросил. Сказал, не буду я писать, потому что, ну, не могу я все принять, особенно красиво писать. Думаю, не буду я таким писателем известным, не так будет. Но командир мне как-то сказал, слушайте, он показал мне свой дневник, я увидел, это просто было вот такой блокнотик, который так в длину открывался. Он писал, дату ставил, номер рейса, номер рейса, номер ветра. Время и, допустим, эксперимент такой-то. Или обедал. И все. Он подчеркнул, я говорю, некрасиво. Он говорит, это я для себя пишу, потому что это потом у меня в памяти останется, и я как-то буду уже нормально все вспоминать, если мне нужно. Вот. И вот эта вот фраза, это я для себя, она у меня что-то такое вот запустила в процессе, и я понял, что буду-ка я писать это для себя. И теми словами, какими я хочу писать, вот какие в голове. Я не буду думать об орфографии, о синтезе, вот это и так далее. Я пишу для себя. Вот если мне плохо, я пишу, мне плохо. И все. При всяких каких закрутасов, на что там, и так далее. И, ну, четко понимал, не для печати. И я пошел писать. И получалось так, что я и писал-то это не тогда, когда надо писать, как писатели не садятся, пишут, говорят, вот нам нужно сегодня там сколько листов написать. Да, две странички написать. А я стал писать только тогда, когда вот это событие мной овладело то, чего я хочу. В принципе, случалось так, я хочу выразить свои эмоции. Вот если они спокойные и я хочу их выразить, я пишу там вот так. Если у меня вот там все это бурлит, а это, как правило, было с бурлением связано. Потому что работа, она у нас было вот так много работы. Во-первых, это не в заключении штатных ситуаций, они там шли одна за другой. и я помню, что периоды у нас были такие, когда ты вот как выжатый весь, как выжатый ремонт, и ты уже вот, у тебя чисто психологически тебе тяжело. И я начинал писать, и мне становилось легче. Помню, помню великолепные ощущения, когда вот у нас была такая нештатная ситуация, когда в нас врезался грузовой корабль, разгерметизировал станцию, да, и мало того, что там воздух уходит, станция вот так вот крутится, и мы день боролись, ночь боролись, еще один день боролись, и вот вечером ложились, ну поборолись, все, мы его побороли, и командир у меня сразу уснул, потому что рядом он был, крепкие, какие нервы, молодец, после такого погрома-то, мы же выжили, мы же все это так молодцы, это просто удивительно, вот, так вот, он уснул, и я тоже глаза закрыл, думаю, я уснул, а потом думаю, что-то мне не хватает, я открыл свой этот ноутбук, начал писать, вот, я помню, что я писал, совершенно не думая, описывал вот эту ситуацию, так, как она у меня может быть, и когда я поставил последнюю точку, понял, что я все выложил, я закрыл этот ноутбук, уснул, это я впервые почувствовал, что надо выражать свои чувства, свои ощущения, что это даже может иметь целебный эффект, искусство лечит, слушайте, как вы это замечательно сказали, искусство лечит, но вы знаете, вот вы сейчас так вскользь коснулись вот этой ситуации, ну, как вы ее называете внештатной, но ведь, слушайте, пожар на борту, разгерметизация, это вообще стоял вопрос жизни и смерти, вообще быть или не быть, а вы так об этом так сказали легко, да, там мы что-то поделали, что-то потушили, слушайте, это же как, это же где-то там далеко и рядом никого нет, не приедет пожарная машина, не приедет техническая служба, которая там как-то поможет, слушайте, это какой силу воли-то вообще надо иметь, чтобы морально с этим справиться, даже не технически там, допустим, да, я вообще просто изумлена. Нет, ну, я тогда немножечко закончу про книгу, потому что мы, я вас увлек своим рассказом, не то слово, не то слово. Немножко не ту сторону. Так вот, я это писал, я приземлился, у меня все было на дискете, вот, и, а когда вот это все заканчивалось, я думаю, вот чем мне, где точку поставить? Вот, и я понял, что, наверное, точку нужно поставить, когда меня в экипаж назначил, то есть это будет такая реабилитация. Если сразу после полета говорили, мы вот этого и этого не хотим видеть в отряде, вот, ну, командиры моего списали по здоровью, там, мне там с сердцем было плохо, я еще боролся, и я вот так вот ждал, думаю, ты как только меня назначил экипаж, я поставил точку, вот, но меня назначили в дублирующий экипаж, я думаю, наверное, некрасивый. Дублирующий это тоже, наверное, неплохо, я считаю. Ну, там была перспектива, и дальше, думаю, вот, меня, и когда, меня назначили в основной экипаж, я думаю, вот, я точку поставил. Вот, реабилитация-то и пришла полностью. Но, я подумал, наверное, будет хорошо, если я, у меня же есть первая часть описанная, полет, потом полетная часть, а потом еще один полет будет, и я уже его соединю. Думаю, вот это будет хорошая точка. Вот, но я не дожил до этой точки. Ну, задумка такая, серьезная у вас задумка-то была, слушайте, вы так как-то стратегически к этому подошли, я бы сказала. Не просто как писатель романтика, а просто как стратег вообще. Ну, пришлось мозгами работать, головой работать. Вот, и не дожил я до своего старта, у меня случился инфаркт, там на подготовке. Вот. я тогда понял, что да, все это, все, больше полетов не будет. И потом подумал. Ну, инфаркт, это серьезная дева, Александр Иванович, ну уж, конечно. А я тогда подумал, если я сейчас точку поставлю, то будет интересно. Вот я начал как герой, боролся, а потом опять боролся, и вот по нисходящим так стоит. И вот она точка, когда я больной. Ну, вы знаете, вообще спорный вопрос. Вот я не считаю, что это по нисходящим. Вот, вот извините, но не могу согласиться, потому что вы добились, чего хотели, вы восстановились в отряде, причем из, так сказать, из дублеров вошли в основной отряд. Это не та точка, о которой говорите. Это такой жирный, восклицательный знак, я бы сказала. Да, это, ну, я-то тебя слушал, вас я тогда не знал. Жалко. Вот, короче, там начался, я думаю, надо выкарабкаться, вот из этой ситуации, посмотреть, потому что она тоже интересная была, вот то, что вот, как сам инфаркт произошел, кто потом развел, как это было. И я это так вот уже описывал, опять же, в том же, в том же, в том же ритме, в том же, не менял стилистику вот этого писательного процесса, в стиле полетного ледника. вот, и нашел я такой момент, когда все-таки точку я поставил на втором инфаркте. Боже, так еще и второй был, ну, Александр Иванович, я подумал, да. Про второй я не знаю, как-то об этом вот все умалчивают, но это, это второй инфаркт, это уже такая серьезная штука, надо вам как-то все-таки со здоровьем поберечься, поберечься, это уже... Я не берегусь, потому что был третьим потом, но я берегусь, берегусь. Ну уж, пожалуйста, очень вас прошу. Вот, нет, ну, в общем, поподробнее сейчас закончим, вот, и как-то я вот понял, что вот уже здесь вся вот эта история, она имеет начало, имеет такой логический конец, не все, но то, что там я писал, так это, чтобы не было этой винегретом, было красиво, приятно, на вкус. Вот, и сейчас пытаюсь ее издать, ну, посмотрим, что получится. А в чем проблема издать книгу? Может быть, вам нужна какая-то помощь? Я готова подключиться, потому что у нас очень много издателей, с которыми мы работаем, да, они за честь почтут издать вашу книгу, если есть, конечно, такая проблема. Я думаю, что вот мы с вами встретимся. Да, я думаю, мы об этом еще с вами обязательно поговорим, потому что, слушайте, ну, это же интересно, вот вы рассказываете, я слушаю, ну, это вообще что-то вне пределах Земли, понимаете, у нас тут на Земле так не бывает, потому что это какая-то фантастическая совершенно история, которая с вами произошла. Но, вы знаете, вот вы как раз коснулись так, ну, опять вы вскользь какие-то глобальные вопросы, почему-то вскользь, а я вот на этом хочу сделать небольшой акцент. Вот по поводу здоровья, у нас есть с вами еще третий участник нашей встречи, Максим Александрович, вы как раз что-то там хотели спросить по поводу здоровья космонавтов, как они там лечатся в космосе? Я вам предоставляю слово, пожалуйста. Большое спасибо, добрый день, уважаемые слушатели, добрый день, Александр Иванович, очень рад с вами познакомиться. В первую очередь хотел поблагодарить вас за то, что вы нашли возможность провести эту беседу. Я тоже, как Наталья Витяковна заметила, подготовил ряд вопросов, но надеюсь, они будут актуальными, потому что, благодаря вам, у нас есть такая возможность пообщаться с человеком, на мой взгляд, кричайшей профессии. Это будет, безусловно, интересно для всех. По поводу здоровья. Вот такой вопрос родился у него в голове. А вообще, вот когда космонавт уже находится на космической станции, может ли он чем-то заболеть? И если, не дай бог, да, вообще, как это все происходит, как это происходит, процент выздоровления, вот такие там меры, и с этим остаются в таких, ну, в общем-то, я бы сказал, ограниченных условиях. Такой вопрос. Скажите, пожалуйста. Ну, во-первых, заболеть он, конечно, может, потому что уж то, что болезнь это такая вещь не притяжная. Я надеялся, а вдруг? А вдруг они там не болеют все-таки? Ну, просто вероятность там заболевания крайне мала, потому что у врачей есть четкая задача отправить нас туда, чтобы мы были гарантированно здоровы. Маленькая вероятность есть, что там где-то там простыня, у кого-то что-нибудь охватим там какой-нибудь внеземной вирус, может быть, да. Но это маленькая вероятность. Но, тем не менее, какие-то заболевания там есть. Ну, кто-то там простыр. Ну, я не буду наш там полет приводить, например, потому что там мы с врачами долго общались, много общались и плодотворно общались. Если человек заболеет, то он может, может. На земле группу врачей всегда слушают, слушают Центр управления полетом как что говорят, они жалуются, что они могут в такой приватной беседе с доктором решить свои проблемы. На станции есть великолепная аптечка подготовленная, я бы так сказал. Вот так надо делать, такие аптечки и проблем не будем, не нужно строить большие. Это ладно. Плюс ко всему мы сами проходим медицинскую подготовку, можем помочь. То есть оказать какую-то первую помощь, вы как бы... Первую помощь, да, 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 но мы можем что-то порезать, потом зашить чего-то. О, мама дорогая, то есть даже так чего-то зашить, чего-то зашить. Это мало приятного, особенно человеку, который с железками возится, а тут надо человека зашивать. Слушайте, как вас серьезно готовят, вы там вообще не только специалисты в своей сфере, еще и медицинскую какую-то помощь, и такую неожиданно, конечно, совершенно. И еще, что, ну, бывали, что зуб заболит. Вот, больной вопрос. Больной вопрос. Он решается сейчас просто. Есть бормашина маленькая на станции, мы можем просверлить, поставить пломбу, и... Сами? Вы это сами делаете? Просверлить, поставить пломбу? Ну, а кто будет это делать? Слушайте, это потрясающе. Вот это для меня вообще откровение. Нет, ну, скажем так, конечно, там есть такие вещи, как если там нерв оголился, там, зубы, это одно. Но если там вот начался процесс разрушения зуба, там, думают, почему бы не просверлить? Слушайте, я вообще в восторге. Я просто в восторге от наших космонавтов. Слушайте, но это не космонавты, вы какие-то небожители, честное слово, потому что это просто поразительно. Я там понимаю палец перевязать поранил, но это уже такие тонкие материи, там зуб просу видите, еще что-то такое. Слушайте, уникальные люди. А вы говорите, да вы просто каждый золотой фонд России, это правда, без преувеличения я сейчас говорю, абсолютно искренне. Это просто поразительно. Максим Александрович, у вас еще есть какие-то вопросы? Вопросы безусловно есть, я просто оставаться из них выбор, да, которые, мне кажется, наиболее актуальны. Вы знаете, вопрос у меня следующий, который касается, так сказать, родных и близких. Ну, если я не ошибаюсь, да, то космонавты, когда уже находятся там на орбите, они непосредственно общаются каждый день там с центром управления полета. А есть ли возможность связаться вот с близкими, потому что, ну, все-таки космический полет несколько месяцев происходит, и, безусловно, человеку возникает такая потребность, вот как вот с этим стоит делать? Если связь с родными какая-то. Я понял, я понял, да. Ну, во-первых, она предусмотрена, эта связь, вот, во время нашего полета это было таким образом предусмотрено, значит, раз в неделю устраивались видеовстречи, семьи приглашали в центр управления полетами, сажали перед камерами, мы там наверху включали свою камеру, два монитора, и вот так вот друг с другом разговаривали. Вот, ну, увидели, вот, можно было, это тоже центр управления полетами нам делал, организовал телефонную по телефонному каналу, видно, там с родственниками связывали, потом их соединяли с нами, и мы могли там общаться. Была еще возможность, тогда только начиналась такая возможность, мы могли по радио любительской связи позвонить любому человеку, если знаем номер. Но, ну, вот так вот организованно, сейчас посвободнее, сейчас каким-то образом они могут в интернет входить, но здесь тоже, здесь все предусмотрено, чтобы, во-первых, не увлекаться этим делом, это раз, во-вторых, чтобы не было вот этих любителей, которые там, хакеры, которые могут добраться вместе и так далее, здесь какой-то щит стоит, какой-то щит стоит, не все могут с ними связаться, все заранее проговаривается по крайней мере, организовать вот эти вот видео, видеосвязь, там, кто-то скайп, типа скайпа, что-то такое можно сделать, вот, это вот такая штука, ну, и просто дополню, такую. Ну, наверное, это хорошо, все-таки, ну, как-то увидеть родных людей, мне кажется, это морально поддерживает, там далеко от земли, условно говоря, а может быть и расстраивает, знаете, увидел и расстроился. Ну, как-нибудь, я сейчас просто так вот маленькую точечку еще свяжу вот эти возможности с нашим полетом. у нас-то ведь все ломалось. Да, у вас там что-то, вам вообще как-то повезло в коробочках. Ну, включая и ту аппаратуру, которая радиосигналы передает, исчезало электричество, которое поэтому и вот эти связи с родственниками, они были сведены к минимуму. к возможному минимуму, так сказать, потому что даже когда есть связь, то, ну, допустим, после пожара, вот, да, подошло время родственников показывать, встречаться к ним. Но кто им даст время, если тут пожар случился, надо поговорить с специалистами. Вот, поэтому у нас большие перерывы были вот в таких встречах с родственниками. Ну, потому что у вас там особая ситуация, видите, вам за полгода вам вообще пришлось преодолевать какие-то немысливые препятствия, вот честное слово, ну, как-то все наложилось, и пожар, и там разгерметизация, я не знаю, ну, вообще все, что только могу вообще. вот я вот в этом, в своей книге пишу, вот, ну, описывал те ситуации, которые, ну, которые были, про которых где-то специалисты знают, про которые не знают. Просто вот интересно, после полета, когда я стал встречаться с общественностью, и говорил все время одну и ту же фразу, у вас там было очень много всего, очень много нештатных ситуаций. Расскажите о пожаре, расскажите о столкновении. У вас было очень много ситуаций, когда вы были там вот на грани жизни и смерти. Расскажите, как вы тушили пожар, как вы там столкновение с разгерметизацией. У нас были намного серьезнее ситуации, которые не столь эффектные, которые по своему, наверное, эмоциональному наполнению были намного сильнее, чем радость, а наоборот. Нет, на самом деле вы, конечно, большие молодцы все равно. Вот вы так скромно об этом говорите, но я же представляю так, чисто теоретически, слава богу, насколько это все серьезно, в любом случае, и таким небольшим количеством людей, которые там у вас были, суметь, во-первых, не растеряться, сориентироваться, не испугаться. Вот, кстати, об испуге, у меня вопрос, а вам вообще было страшно лететь в космос? Вот чувство страха, оно какое-то присутствовало? Или вы так решили для себя, ааа, будь, что будет, все равно полечил. Вот не страшно и все. Или все что-то такое было? Не, ну вот, скажу, ну если честно сказать, не страшно. Не страшно? Но здесь не в том, что я вот такой вот бесстрашный человек. Просто когда подошла очередь мне туда садиться, залезать на эту ракету, садиться в косметический корабль, у меня в это время, наверное, это результат подготовки, результат вот вообще всего этого процесса предполетного, чисто эмоционально было следующее. Я думаю, почему я не волнуюсь? Так. Во-первых, было очень мощное ощущение, мощное ощущение, что я лечу не куда-то в неизвестность, а лечу ну примерно вот добывать место на какой-нибудь морской платформе. Сейчас меня вертолет поднимет с большой земле, отвезет туда и через полгода привезет. То есть полное ощущение, что я лечу на работу, не новое что-то открылось. Затем практически полностью был уверен в том, что при выведении такой вот один запасных участков полета ну если что-то произойдет, то я останусь здесь, потому что система аварийного спасения тогда уже показала себя на практике, когда даже когда ракета взорвалась на старте, экипаж спасся. И вот это вот успокаивало, поэтому здесь страха не было. но опять скажу, это результат не моих генов врожденных и так далее, результат вот этой работы. Наверное, вся подготовка связана с тем, что немножко делает нас невосприимчивыми, таким толстокожим в этом плане. нас учат вот в экстремальных ситуациях работать. Все тренировки, они так проходят, но не все, вот проходят специальные тренировки, когда тебя заставляют в стрессовой ситуации, пока ты летишь с парашютом и его еще не открыл, там, решать задачи, вести комментарии какие-нибудь. То есть, может быть, это покажется простым, вот, но когда человек впервые выпрыгивает, а ему нужно вести этот комментарий, он понимает, что если он не будет вести комментарий, у него будут претензии психологов, врачей, методистов, которые скажут, слушай, ты тебе сказали, ты должен себя в руках держать в конце-то концов. А ты там начинаешь кричать. Ну, непростая эта задача. это тоже сказывается поэтому страха человеку. Страха нет. Но для меня вот то, что вы сейчас сказали, это очень важно, потому что вы понимаете, что любой человек, который пересекает какую-то границу из комфортного и понятного для него бытия совершенно в другую сферу. Все равно есть некое волнение, там, страх или нет, но волнение некоторое есть. Здесь вы летите, ну, вообще в стратосферу, можно сказать, и не очень понятно, что ждет впереди, даже если вы уж очень неподготовлены. И где-то там... Да-да-да, но с другой стороны, я вот так вот сделал, думал, ну, вот первым, вот они летели в неизвестности. Естественно, когда ты летишь и не знаешь, что ожидать, это страшно. То есть Гагарину было тяжелее? Гагарин, Атитут, да? Абсолютно, абсолютно. Причем Гагарин-то полетел, еще и врачи-то друг с другом соперники, для них говорили, что он выдержит полет, другие говорили, он не выдержит полет, он сойдет с ума. Ну, какая интересная. И он знал об этом. А сейчас никто не говорит о том, что ты сойдешь с ума. Как говорят, ты лети, ты работай и главный акцент на работу. На работу. Понятно. Но, все-таки о страхе сейчас. Страх бывает. Но у нас он приходил после каких-то событий, допустим, после пожара. Во время пожара не... некогда бояться было, я понимаю. Нам надо было что-то быстрое. Нужно работать. Когда было столкновение вот этой разгерметизации там, я помню, что я до последнего я работал, у меня мысли были только одни. Успеть, успеть, успеть. Как только мы закрыли люк, как только видели, что давление перестало падать, какие-то там секунды после этого у меня задрожали руки. Я на них смотрю и думаю, они все, они дрожат. Никогда не дрожали, а тут дрожат. Вдруг они снисти задрожали, вся дрожь пробежала от рук по всему телу. Тогда мелькнула мысль, что это вот реакция после такого стресса. Но я не ощутил этот стресс своим мозгом, своим сознанием. А видно вот тут сознание, то, что, наверное, душа, она ощутила этот страх. Она реагировала, конечно. Она ощутила этот страх. И когда все завершилось, мозг уже дал команду, все нормально, и вот тут на тебе. И тряска, и страх тоже возник, что думаю, господи, что там это, особенно, когда мы там еще посидели, разобрались, что было бы, если бы мы там не были. Если мы, может быть, приняли бы другое какое-то решение, или растерялись, например. Ну, человеческий фактор его же невозможно не учитывать. Я просто к тому, что страх приходил после, но когда он приходит после, он не такой острый, он не парализует свои действия. потому что он пришел... Потому что уже все свершилось, понимаете? Да, ты говоришь, да, было бы... Все случилось. Но я живу. И слава Богу, Александр Иванович, и дай вам Бог долгие лета, потому что вы сейчас действительно живая история того, что было реально. Это не просто мы там с чьих-то слов кто-то пересказал, журналист, или еще кто-то. Вы реальный очевидец, и это очень важно. Вот когда это слушаешь из первых уст, что называется, ну, и восприятие этих событий, оно, конечно, совершенно другое. Поэтому тут вам только можно пожелать здоровья и долгие-долгие лета. Это однозначно совершенно. Максим Александрович, у вас еще есть какие-то вопросы, что вас там помнует? Ну, пожалуйста. Александр Иванович, мне кажется, немного будет короткий вопрос, но очень интересно узнать ваши ощущения. Вот в тот момент, когда космонавт готовится к взлету, и обратная ситуация, когда он уже собирается домой на Землю, вот какие у него ощущения, что он испытывает, вот какие мысли в голове? Расскажите, пожалуйста. Ну, я про себя буду говорить. Что сильнее? Вот я бы усиливаю этот вопрос. Что сильнее, когда ты взлетаешь или, наоборот, когда ты приземляешься? Что радостней, что ли? Я не знаю. Оба этапа, они такие мощные эмоционально окрашенные такие вот там вот. Когда ты взлетаешь из тебя, это важно, и ты ощущаешь, что это все происходит, перегрузка вот этой, по идее, вот, она вызывает некий такой восторг, и ты понимаешь реальность этого процесса, если раньше это было имитировалось, это все в центре фуги, ты крутишься, вот, а тут в реальности это все. В реальности улетаешь, В реальности наоборот. Вот эти чувства были, естественно, там внутри что-то напрягается. А когда возвращаешься, как, какие? Начало, когда я туда летел. Это было одно, это было для меня все время это новое, это новое, и это новое. Я как бы открывал для себя новое. Но я понимал, что я не первый. Все будет как надо. Когда приземлялись, я уже был другим человеком. Я вот эти вот череда нештатных ситуаций во время полета, она привела к тому, что, ну, во-первых, снялась острота ощущения этих нештатных ситуаций. Я перестал их бояться, волноваться. И, более того, мост, он как бы по инерции шел. Если не случалось нештатных ситуаций, то для тебя это начинает волновательная минута. Почему? Вот. И плюс ко всему, ты когда ушел, ты решил эту проблему с нештатной ситуацией, думаешь, так, ага, теперь дальше что может быть? Дальше вот такую-то систему будем включать, она может заработать, может не заработать. Если не заработать, значит, надо обратить внимание на это, на это. На спуске это очень здорово сконцентрировалось, приобрело более реальный вид, нежели спокойной жизни на станке. На спуске я, когда мы отстыковывались, я подумал, что вот во время полета нашего случались ситуации, которые маловероятны. ощущение, что даже маловероятные события могут случиться, плюс ко всему, я сам являюсь этим человеком, у которого все эти маловероятные события случились. Думаю, а чего нас пустыни ждать? Я так это перебираю, значит, вот у нас вот это может не сработать, вот это, мы летим, корабль очень хорошо себя ведет, и ты так этап за этапом, ты, вот этап начинается, ты уже проигрываешь все места и которые могут возникнуть. И вот этап заканчивается и переключается на следующий этап. Вот. И там был даже такой этот интересный казус ожиданий. Все практически космонавты говорят о том, что когда корабль входит в плотность атмосферы, вот он горит, там снаружи, это вообще замечательный, но набегающий поток, он старается этот корабль развернуть, так как этому потоку нужно. Двигатели корабля, они борются с этим, они возвращают корабль в то положение, в которое он должен не помочь. Поэтому вот эта вот работа этих двух сил природы и техники, она приводит к тому, что корабль вот так вот здесь трясет. Трясет очень здорово. Практически все говорили о том, что заметить что-то на пульте управления невозможно. Он вот обходит перед собой. И я предоставил к этому. И вот мы входим в плотные слои атмосферы. и ни одного вот этого колебания. Это наверное маленькая перегрузка. Вот перегрузка растет, вот она росла, вот она достигла максимума. Корабль словно раскаленный нож в масле впадет. И легкий страх я тут испытал, потому что это ненормально. Сказал я сам тебе верю. Что-то тут нехорошее должно случиться. Хотя это был идеальный случай этого приятного отношения. Может быть это вам была некая компенсация за то, что с вами так произошло. Ну хотя бы мягкая посадка. Ну ладно, тогда заговорили о посадке, сейчас дальше. Итак, мы летим. Проходит время открытия парашюта. Я понимаю, что был единственный случай в жизни нашей, когда парашют не раскрылся, это когда летал комаров. Да, да. Трагедия, да. Вот. Он давно был, я думаю, ну он же был, но давно. Больше он никого не встречался. Думаю, мы такие подопытные кролики, на которых все эти случаи должны случиться. открывается парашют, мы слышим, как это пропустится. У командира напротив него загорается тумблер, что парашют нормально открылся. Командир меня идет по коленке так ладошкой и говорит, Саня, мы живем. А я смотрю, а у меня горит транспарант, который должен был потухнуть при открытии парашюта. Что ж такое-то? Вот наличие этих двух транспарантов выставляет задуматься, он открылся или нет. Стекла у нас, у иллюминатора, они закопченные, и не видно, что будет. Не видно, понятно. перегрузку мы ощущаем. Просто после невесомости даже движение рук чувствуется тяжелым. 100% ощущение перегрузки. Есть четкое понимание физики этого процесса, то, что когда мы ходим в плотную слою атмосферы и перегрузки действуют на нас, это означает, что не тормозимся. Когда парашют открылся, уже что тут думать-то. Ты понимаешь, что уже земля, земля. А тут эти два транспаранта горят, стекла закрыты. И я Василию говорю, Василий, вот он должен потухнуть. И он тогда говорит такую сразу, говорит, ну что же, будем ждать, когда откроется запасной. Я про себя подумал, хорошо, будем ждать, но абсолютно спокойно. ситуация была такая. Отстрелились вот эти внешние части иллюгинатора, мы увидели, что мы шатаемся мягко, что парашют открылся, что вот этот транспарант, который должен был потухнуть, это еще одно нестатусное ситуацию, и мы летим к земле. И дальше корабль должен был на парашюте подлетелись к земле, недалеко от земли, там двух метров наверное от поверхности включаются двигатели мягкой посадки, корабль должен был опуститься. Это мягкая посадка. А у нас эти двигатели не включились. Господи, что ж такое-то? Да, ему удар был очень сильный, вот, я подумал, ничего себе мягкая посадка там. Да, уж мягкой не назовешь, это точно. Я-то был неопытный, я думал, вот она мягкая посадка, хотя удар был страшный. И мы когда в себя пришли, к нам подлетела группа, человек открывает нам люк, смотрит на нас и говорит, мужики, вы как? Говорим, нормально. Он говорит, у вас не сработали двигатели мягкой посадки. Ничего себе. Тогда я для себя понял, вот она последняя точка, теперь космос меня отпускает. Вот таким подарком. Александр Иванович, вы знаете, что меня поражает? Вот меня абсолютно поражает тот факт, вы об этом говорите так, как, ну, знаете, вот в машине, ну, дворники не сработали, понимаете? Вот надо было зачистить стекло, но дворники не сработали. То есть я поражена вообще вашей стойкости какой-то совершенно, ну, нечеловеческой, честное слово. И более того, я поражена тому, что, несмотря ни на что, и вы понимали, что это был прямой риск и угроза вашей жизни, вы опять-таки пошли по этому пути. Вам все равно захотелось остаться в отряде космонавтов. Вы все равно продолжали эту работу свою. Это поразительно, Саша. Мне просто вот что на самом деле хотелось, думаю, вот если я полечу второй раз, я очень хотел ощутить, что такое полет без внештатных ситуаций. А такое вообще возможно в принципе? Вот люди отлетали полгода и ничего не произошло. Нет, ну вот когда мы полетели, когда мы полетели перед полетом, я спрашивал этих космонавтов опытных, сколько мне их ждать внештатных ситуаций. Они бывают. Ну я думаю, наверное, да, конечно, вряд ли так. Ну мне сказали так, три, четыре, но максимум пять. И у нас три внештатных ситуации, они произошли, мы еще станции не подлетели, или вернее подлетели, вот состыковали со станцией, полетели, и первая внештатная ситуация была на первой минуте уже движение по орбите. Третья внештатная ситуация, когда мы стыковались с этой станцией, там у нас авария произошла, и я тогда подумал, как здорово, полет только начинается, а у меня уже три внештатные. Вы уже практически программу выполнили по внештатной ситуации. Вот это вот измерение двух дней с тем полетом из полугода, ну, с тем сроком, который нам остался летать. Ну да, у вас срок большой, все-таки был, это же будет райская жизнь. Райская жизнь. Вот, а через две недели там пожар произошел, я зажал четвертый палец, но командир мне сказал, ты знаешь, это была очень серьезная внештатная ситуация, она тянет на две. Практически пять вы выполнили этих неждат. Две недели пять прошло, все, потому что человек сказал максимум пять. Кошмар. Александр Иванович, у меня к вам есть вот еще какой вопрос. Ну, как-то много об этом говорили, но вы как человек, который, можно сказать, у истоков там стоите, все-таки у нас существуют коммерческие космические туризмы или это плод фантазии и воображения некоторых одинок. Туристы летают, они же уже человек семь, по-моему, летали за деньги. А вот мне интересно, ну, допустим, какой-то состоятельный человек решил туда полететь, да, как бы в космос. Ну, это все хорошо, но он туда летит подготовленным. Вот то, что вы рассказываете, тут надо иметь какое-то недюжинное здоровье вообще, понимаете? и в то же время с его волей и так дальше. Они-то туда летят подготовленными или это просто обычные люди? Их готовят просто в силу того, что они должны быть грузом для нас. Потому что они должны уметь себя сами обслуживать, готовить еду, ходить в туалет, понимать, что они могут, что они не могут делать. Куда им можно ездить, а куда нельзя ездить. Там нет акцент регионов, чтобы они понимали, что ребята тут работают, не трогайте вот это. И могли понимать, что если в случае нештатная ситуация, какой-то аварийной ситуации, бегать, и бегать, чтобы помогать, ребята, помогите куда-то деваться. Чтобы они знали, куда бежать без спроса у экипажа. Поэтому они готовятся. Понятно. Ну, то есть, это не просто захотел, полетел, пришел, сказал, я хочу полететь, да, и неважно, есть у тебя какая-то подготовка или нет. То есть, деньги не решают все, я правильно понимаю? Это не просто можно заплатить. Потому что были люди довольно состоятельные, которые приходили, которые даже по своему здоровью закрывали дорогу, потому что у них требования намного мягче, скажем так. То, что они проходят, диагнозами там они проходят, а у нас списывают за это. А, вот так. Ну, понятно. Понятно. Ну, то есть, в принципе, это не миф, это существует, и такой вот коммерческий, космический туризм, он как бы имеет место быть. Хорошо, тут я удовлетворила свое любопытство. Потому что я прочитала и думаю, неужели правда такое возможно? Ну, оказывается, возможно, ну что, замечательно, значит, скоро все будем в космос летать. И у меня еще вот есть один вопрос, который касается уже вашей такой общественной деятельности, потому что я вот, ну, довольно так детально изучила в Википедию вашу постполетную жизнь, да, как бы, и вы такой достаточно активный, социально активный человек, у вас столько программ, у вас есть программы для молодежи, вы много что делаете, вы много где выступаете, как вы это все, когда успеваете это вообще? Я не знаю, ну, во-первых, я скажу, что это такой естественный процесс, вот, после полета я совсем не собирался этим делом заниматься, тем более с детьми, мне, я не считал себя, я не люблю, профессия педагога мне было неинтересно, не близко, не близко, скажем так, да, не близко, поэтому, но судьба так у меня все время сводила, потому что у нас есть общественные деятельности, вы там должны там встречаться, вот, но мне попадали сюда дети, наверное это здорово, а мне кажется это здорово, это же ну наше будущее, правда, ведь важно, чтобы они это все слышали. Я понимаю, да, но я хотел встречаться со взрослыми, а мне все время дают детей, причем мне даже детский сад дают. Ой, какая прелесть, детский сад это здорово, здорово, но у нас в основном как раз такая студенческая взрослая аудитория, вот наш эфир, который выйдет в субботу в Библионочь, там как раз такая уже более взрослая аудитория, я думаю, что им это будет безумно интересно, потому что я-то вот вас слушаю ну просто с восторгом, потому что одно дело ты прочитала это в Википедии, другое дело вот это живое общение, это совсем другой эффект, абсолютно, и акценты другие, понимаете, вы же вот очень правильно расставляете акценты в вашей беседе, потому что то, что ты прочитал, ну ты как-то что-то где-то додумал, правильно, неправильно, это уже другая история, а вы как раз очень четко расставляете вот эти акценты, которые, ну они собственно и определяют то событие, которое... да, но я сейчас закончу с этой общественной общей, потому что она у меня такая... потом мне дети понравились, ну молодежь, интересно, вот, и я понял, что конечно с ними надо встречаться, но это не... это бесперспективно, если я там буду приезжать по школе, в школу встретился, поехал в другую школу, встретился, и так далее, то есть с детьми нужно, их нужно завлечь, вот если мы хотим, чтобы они космосом заболели, их нужно завлечь, если мы хотим, чтобы они науками заболели, их нужно завлечь, одной здесь мало, вот, и я начал делать тогда маленькие программы, такие образовательные для них, вот, до студентов добрался, а, ну, и сделал одну программу, которая, это была модель профессии космонавта, то, что нужно, что делают космонавты, я говорю, ну, давайте я вам покажу, и я смоделировал эту нашу профессию, она такая, вот, она вот начинается, допустим, вступление в отряд, потом проходит такая подготовка и заканчиваются они полетом к космическому. Ну, естественно, я взял самые такие интересные, вкусные кусочки из этой программы, их немного, потому что программа растягивается где-то месяца на три, наверное, но. А вот нужно сразу вопрос, а как, ну, допустим, наши зрители захотят каким-то образом попасть в эту программу, а вообще как это возможно сделать? Это же, слушайте, вот то, что вы говорите, это же безумно интересно вообще, особенно молодым-то сейчас. Они сейчас могут этим вопросом заинтересоваться, а как вот попасть в эту программу? во-первых, я же еще не сказал. Эту программу, во-первых, я сделал для детей, для школьников. Но когда началась эта реализация, этой программы, я понял, что у детей не хватает знаний для усвоения того материала, который мы им даем, но особенно по космическому кораблю. мы не даем там какие-то не знаю там несложные вещи. Но что-то мы не даем, и ребенок не понимает. Но это еще не проблема. Можно найти какие-то слова у людей, которые бы детям могли просто объяснить сложные вещи. те металлисты, которые есть в центре подготовки космонавтов, они уже работают с взрослыми, с людьми, которые имеют высшее образование, которые знают какой интеграл, дифференциалы и так далее и тому подобное. Ребенку как это объяснить. А он не может, он уже, для него это все просто для преподавателя. Что будет дифференциал? Ну, он никогда не объясняет это, потому что с кем он работает, кому он расскажет, они все знают. И тогда я перешел к взрослому молодому населению, к студентам и стал делать эту программу реализовывать. Она называется Космическая Одиссея. Одиссея, да, это я вот читала про нее. Она у меня очень хорошо пошла в Красноярске, в Красноярском крае. Там продолжается, но это не значит, что где-то я еще не участвую только в той программе, а не в этой. Эта программа позволяет, скажем, сделать так, чтобы люди в разных точках нашей планеты принимали участие в ней. Здорово. И что еще? Значит, это я делаю. Это я делаю, если кто-то захочет, давайте мы переговорим. Я открыт для этого. Что мы придумаем. Просто еще нужно учить, что для того, чтобы я эти программы делаю, финансы не делаю. Это да. Я готов сколько угодно рассказывать, даже мне это не интересно за это деньги брать, просто это не то. Но такие вещи, как тренировки на выживание, у нас МЧС задействованы. Тоже, они идут навстречу, не берут эти миллионы. спортивные центры у нас задействованы, спортивная медицина, врачи, они там тихо следуют. Полеты на самолетах дорогое удовольствие. Да, уж не дешевое. Их немного, их немного, да, программа имеет свою цену. и я тем не менее продолжаю делать. Мы ищем эти деньги, мы ищем возможность реализации этой программы, привлекаем, но я хочу расширить количество участников, потому что я вижу, что она интересна, эта программа. И даже более того, она полезна. Вот. Мне кажется, вот это очень важно. Полезность это сегодня очень важно. Да, потому что я видел, когда люди после этой программы уже меняли свою точку зрения. Если до программы они хотели быть космонавшими, то после нет. Да? Для меня вот это более ценно, чем человек пришел, говорит, я не хочу, а после программы захотел. Это да, потому что я же тебе с лицей только дал. я тебе дал конфетку и покушал, ты говоришь, ой, как вкусно. Вкусно, сладенько, да. Когда взрослый человек, студент старших курсов, говорит, я не пойду. Он почувствовал, что эта профессия не его, и значит, он уже определился. статистикой, так это главное, наверное, да, чтобы от романтики перейти к какой-то реальности, да, что, ну, наверное, это так романтично звучит, но когда ты понимаешь, что за этим стоит, то ты понимаешь, что это труд колоссальный, прежде всего, колоссальный труд, это вне всякого сомнения, это точно. Александр Иванович, и хотелось бы чуть-чуть статистики такой, ну, условной, да, сегодня в отряде космонавтов примерно сколько вот человек, ну, в России, я имею в виду, не вообще. Действующий отряд, там, где летавшие или не летавшие, которые находятся на подготовке, он все время держится в районе 30 тысяч. То есть, это те, которые готовы к вылету, я так понимаю, да? Те, которые, там есть люди, которые готовятся, которые только новенькие. Ну, скажем, есть летавшие и не летавшие. Но летавшие постепенно уходят. Ну, понятно, Должны подпитывать это. Понятно. И все делается так, ну, бывает так, что там набирают одного, двух человек, трех человек за два года. Но бывает, когда вот если появляется программа, ну, сейчас, например, появится она, то есть, понимать, что нам через пять лет нужно будет иметь на десять человек больше, значит, ну, возможно, человек 15. Понимаешь, что... Ну, желающие есть, да? То есть, претенденты есть, кто хотел бы попасть. Ну, профессия не утратила своей такой привлекательности. Привлекательности. романтики есть. Это правда. Все равно для нас, для всех космос, ну, это мечта, это такая какая-то фантазия, фантастика, я не знаю. Это что-то вот нереальное, понимаете? Это то, что нельзя потрогать руками, и можно, только подняв глаза к небу, романтично думать, а как там, есть ли там жизнь-то на Марсе или все-таки ее нет? Сейчас слушаю вас и думаю, интересно, интересное рассуждение человека, который вот здесь получил эти все знания об этом мире, в котором мы живем. Он знает, что есть звезды, есть тон, что расстояния большие, вот, это он знает, но он не воспринимает этот мир как свой мир. Да, это правда. Для него земля, это его мир, он говорит, вот он, а там-то есть, как бы ничего нового не открывается, под песок ими глазами видишь то, чего раньше не видел. Ты видишь землю со стороны, она круглая, но это ерунда, что она круглая, и главное, ты видишь мир, вот этот, большой, огромный мир, и наш мир, это маленькая точка. но это так и есть, это действительно так. И мы сейчас говорим, но пока не понимаем, как это, как это, как это, но вы живете вот в этой точке огромного мира, который мы вообще еще не знаем о нем, ничего. и он у нас в голове не отложил, вот эта картинка не отложилась, она откладывает тех людей, которые у нас полетели, посмотрели, возможно, она что-то там изменила. по себе, я говорю, да, изменила, потому что это было самым таким большим приобретением, то, что я почувствовал, что он мне дал полез, что он мне дал вот эту картину мира. И я теперь по-другому чувствую, я теперь для вас, для всех землян, я инопланетянин. Это правда, это так и есть. Да, вы вроде земной человек, но в то же время вы для нас человек оттуда, понимаете, потому что вы это, ну, по крайней мере, видели, ощущали, мы-то нет. Да, это вот ваше впечатление, а тут я-то такой же, как и вы. Я вот прохожу где-нибудь в метро, по вагону, иду, и вот, интересно, вот они сидят, эти люди, и вот я такой же, как они, но я другой иду, я с другими мыслями иду, и я, для них, они для меня немножко чужие стали. Вот эту интересную фразу вы сказали, вот то, что люди для вас, восприятие людей все равно немножко другое, да, я правильно вас понимаю? я бы так сказал, я чувствую себя инопланетянином, ну, в хорошем смысле, я не сошел с ума, там, никак, не ходил, просто я этот мир ощущаю по-другому, и я вижу, как бы, я поднялся, вот на сцене вами. Кстати, вот, то, чего я хочу, во-первых, занимаясь этой ответственной работой, я понимаю, что, вот, только полетев туда, человек увидит эту картину, и у него изменится все в голове, и чем больше туда будет летать людей, тем больше будет весь вот это мнение разрастаться. Я думаю, ну, это долго ждать, пока они там по одному, по два, по три, по четыре человека в год летают, у нас семь миллиардов, мне хочется, чтобы, мне хочется, чтобы вот это понимание, мировосприятие моё, оно как можно больше здесь людей оплатит. Поэтому я стараюсь сделать такие программы, чтобы засунуть этим в голову детям, молодежи, чтобы они уже стали другими. На многие вещи смотреть по-другому. Потому что это не только слегка так может быть ненормально чувствовать себя и непонятнее, но это позволяет уже и все земные свои дела, свои поступки соизменять с тем, что мы не в этом мире живем, вот этом маленьком, а мы живем в огромном мире, и там свои законы. но не те, которые здесь. Надо жить, поехать в закон. Ну, мне так сказать. Нет, тут даже, понимаете, и оспорить нечего, потому что вы-то там были, мы нет, и у вас есть возможность сравнить, есть возможность переоценить, да, какую-то нашу жизнь, есть возможность в конце концов реально показать, ну, какое-то, может быть, переустройство мира, в чем оно заключается, и что должно быть в этом мире доброго, хорошего, ну, все то, что связано с человеком. Поэтому все, что вы говорите, это, в общем, абсолютно правильно, я тут с вами полностью согласна. Но, вы знаете, я думаю так, что наша сегодняшняя встреча, она была не просто интересной, это я могла предвидеть и ожидать. Все-таки знаю вас немножко, а мы все-таки с вами встречались в нашей библиотеке, когда вы работали вот директором Музея космонавтики. Но она для меня оказалась и несколько неожиданной, потому что то, что вы рассказывали сегодня, ну, действительно, это заставляет задуматься, это как минимум. И самое, наверное, главное, это то, что несмотря ни на что, вот вы лишний раз сегодня своими высказаниями, своим выступлением показали, что в жизни всегда надо идти до конца. И надо свою точку зрения, свою позицию, гражданскую в том числе, ее надо отстаивать. Это абсолютный факт. И при этом вы остаетесь таким очень тонким, очень романтичным человеком, понимаете? Вот как у вас это все уживается, вот это для меня, конечно, сегодня была загадка. Поэтому нам с вами было сегодня очень интересно. Очень интересно. Я давно получал такого удовлетворения от такого диалога. Обычно такой, более простой. А вот сейчас мы затрагивали вещи, я видел, что вам интересно. Это безусловно. Это было непростое любопытство, поверьте мне. я действительно прониклась. Вот вы как-то смогли меня вот в круг ваших интересов погрузить и неожиданно для самой себя я поняла, что чем больше вы рассказываете, тем больше мне становится интересно. И я надеюсь, что мы наш сегодняшний вот такой онлайн-диалог безусловно продолжим и при такой реальной встрече и какие-то позиции, которые мы с вами сегодня наметили по поводу книги, ну и все остальное. Я думаю, что мы обязательно к этому разговору еще вернемся. Я так помогаю, если вы не будете возражать. Я не нахожу повода возражать. Замечательно. Ну что же, дорогие наши зрители, к сожалению, к великому сожалению, наша встреча подходит к завершению. Я хочу от своего имени лично, от вашего имени поблагодарить нашего чудесного гостя Александра Ивановича Вазуткина. И самое главное, что бы мне хотелось вам сегодня пожелать, это, конечно, здоровье. И не потому, что за окном сегодня, ну, не самые простые времена, к сожалению, для нашей планеты Земля в целом, это уже не только для нашего государства, но и просто потому, что действительно, имея вот такой огромный запас жизненных таких вот событий, совершенно сумасшедших, вы все равно в строю, никто вас из этого строя не списал, вы продолжаете свою работу, и это здорово. И я вам от всей души желаю, чтобы вы еще очень и очень долго были в этом строю. Будьте здоровы, и я надеюсь, что в ближайшее время мы с вами обязательно встретимся. Я вас благодарю за то, что мы сегодня провели вот такую замечательную встречу. Всего хорошего. Всего наилучшего. Спасибо большое. Спасибо большое. ПЕСНЯ Субтитры создавал DimaTorzok